здравствуйте в эфире программа о чем говорят о чем говорят каждый год в самом конце июня о грушинском фестивале вы конечно не исключение потому что десятки тысяч любителей авторской песни со всей страны устремляются к нам самарскую область на мостряковские озера и мои гости это бессменный организатор фестиваля борис рафаилович кельман и ирина зверева вице-президент самарского областного клуба авторской песни имени валерия грушина здравствуйте большое спасибо что пришли вот буквально вспоминали только сейчас вот и ирина николаевна и год как быстро пролетел казалось бы несколько говорили и опять да и снова у нас грушинский фестиваль мне кажется это и хорошо что интересует и меня его тысячи людей по ту сторону экрана это что новенького и интересного подарит нам всем это груши вы знаете что во первых вот хочется маленькое уточнение внести не груша грушинский грушинский людей я уже как я так да да понятно да понятно но так боремся за то что мы ничего не получаем это уже вошло в народ это непобедимо но тем я говорю грушинский вот грушинский знаете он конечно прекрасен и интересен тем что он непредсказуем мы ведь каждый год туда едем с надеждой что новый высоцкий придет там и покорит всех или новый визбор или окуджавы таланты они же рассеян в народе обязательно дают свои всходы вот ну а вообще это конечно этот момент такой очень интригующий интересный и непредсказуемый ну надеемся что что-то проявится мы же еще этих новых людей не знаем интерес огромный столько писем столько вопросов столько просьб люди приезжают готовят везут свои песни свои произведения насколько я понимаю в принципе там уже все готов потому что завтрашнего дня с двадцать девятого числа официально уже мустрюки начинают принимать гостей правильная николаевна да завтрашнего дня с 9 утра все участники могут начать проезд на фестиваль это и электрички и дополнительные электрички и таможня который в этом году будет немного раньше встречать гостей поэтому мы уже готовы всех ждем уже готовы все замечательно ну а каких-то новых моментов интригующих интересных конечно и сегодня уже можно сказать что очень много участников так причем молодых ярких у нас сейчас какой-то вот курс взят на творческое омоложение что ли мы если можно так правильно выразить грушинского фестиваля вот еще мы этот курс взяли еще зимой когда провели впервые молодежные грушинские в самаре было очень много людей очень ярких интересных они будут участвовать очень много молодых людей молодых людей которые впервые попытаются счастья так сказать но там есть интересные талантливые вы знаете чем больше на самом деле молодежи будет во всем этом это значит тем дольше будет грушинский конечно конечно потому что ну что ну старики то они конечно это мастодонты но тем не менее вот их любят их ждут с удовольствием но тем не менее приток свежей крови необходимо потом эти мальчики через 20-30 лет также будут мастодонтами надеемся и вот знаете значит обычно вот главный концерт на горе ну там выступают знаменитые барды которым дают спеть много и молодежь новые лауреаты это столько людей которых необходимо вывести на гору на гитару на туда что все будут петь по одной песне в том числе и самые знаменитые но потому что очень дать возможность все да ясно да и очень много будет неизвестных в принципе те знаменитые ведь не забывайте что они всегда могут петь не только на горе они могут там будет масса концертов у нас там 15 у костра всегда вечером пусть может быть не в ночь с субботы на воскресенье да там все другие дни на самом деле будет очень много концертных площадок большие площадки которые ну с хорошим большим звуком там будет много сольных концертов например будет концерта и программа никита высоцкого будет концерт олега митяева будет концерт который будет вести олег митяев это концерт на песни песни эльдара рязанова фестиваль посвящен в том числе и году россии вот 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 фестиваль он тоже на сегменты на такие же совершенно посвященный нашему земляку эльдару санчу рязанова потом на сколько годовщине освоение космоса вот по вселикотечные по моему что-то то что 75-летие куйбышев запасная столица вот а потом 50-летие улица старый загор ну то есть у нас столько столько проекта но кроме больших сцен и будут малые сцены это так называемые проекты потому что очень много интересных ребят имен очень много интересных задумок реализуются как на малых сценах в малых проектах нам их помогают делать клубы самодеятельной песни из других городов ну вот например детская поющая республика у нас делает клуб самодеятельной песни ульянской области или например такие проекты как время колокольчиков кольский бугорок и так далее то есть такие общей сложности около 12-13 площадок но мы так понимаем что какие-то площадки прям родятся на самом фестивале фестиваль такой саморазвивающийся на самом деле ну так оно в общем то за что грушинский фестиваль всегда и любили конечно что он не заорганизован давайте вот сейчас у нас не очень много времени давайте поговорим вот понятно что будут гости понятно что сюрпризы должны быть о некоторых организационных моментах которые все таки необходимо напоминать да вот ну во первых на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием дополнительных электричек для того чтобы нашим самарским и гостям из других городов было легче добраться пущены дополнительные электрички это первое второе проезд на автотранспорте мы конечно же как все годы ограничиваем то есть это лесная территория проезд транспорта достаточно тяжел в этих условиях если есть возможность лучше на электричке или объединяться там компаниями как-то приезжать поменьше на транспорт в машине не один человек пусть полностью она будет но и в связи с тем что мы ограничиваем проезд проезд как всегда платный и стоимость такая же как в прошлом году 1000 рублей но это для ограничения движения транспорта он будет выше потому что в прошлом году мы столкнулись с тем что нам пришлось 48 машин эвакуировать они загораживали проезд загораживали проезд и это мешало машинам мчс машинам скорой помощи теперь где-то ближе к поселку прибрежно да будет хорошо это надо конечно знать нашим жителям которые отправятся на фестиваль по поводу алкоголя давайте еще раз напомним чтобы даже попыток не делали торговля алкоголем на фестивале запрещена легкий алкоголь продается в точках общепита то есть это пиво вот поэтому надо об этом понимать давайте не будем рекламировать да надо об этом помнить да 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 просто не будет это самое и конечно только очень хотел бы чтобы был налажен вот контроль чтобы никто не нарушил ну у нас с этим главным управлением внутренних дел справляется достаточно хорошо хорошо да да эксцессов я надеюсь не будет и единственное еще хотелось бы напомнить по поводу костров потому что особенно кто давно не был на груши да костры свои самостийные разжигать нельзя нельзя нет там только на определенных площадках подготовка вопрос а что делать вот кто давно не было если я хочу себе воду в чайнике разогреть вот давайте вы знаете что большинство привозят с собой примусы туристские все очень просто сегодня элементарно совершенно потом очень многие люди теперь пользуются тем что там очень широкая эти сети общепита причем не дорого абсолютно нормально там что там можно не заниматься этим и вообще не надо с собой продукт привозить все что надо там можно купить можно покушать спокойно совершенно груша стала цивилизованной в этом отношении она знаете в каком отношении стала цивилизованная что меня очень радует резко возрос просто зримо это ощущается интеллектуальный уровень среднего посетителя груши вы знаете мы даже вынуждены в этом году открыть например новую площадку это поэтическая площадка потому что такой популярностью нашей молодежи пользуется поэзия столько авторов что вот в этом году мы открыли такую площадку в этом году планируется у нас евгений евтушенко вообще кстати для самара евтушенко вообще всегда любил грушинский фестиваль он об этом везде говорю об этом подчеркивал даже вот накануне чемпионата мира отдельная статья у него была где он вспоминал грушинский фестиваль про то как он туда приезжал свои стихи про футбол да поэтому вот однажды а нас регулярно приглашают к культурный центр министерства странных дел с отчетом о грушинском фестивале это очень интересно потому что это интернациональные связи из многих стран люди едут и там был евтушенко мне очень понравился он вышел на перечисляет им зачем-то он все но главный мой концерт состоится на грушинском фестивале это дорогого стоит человек который на красной площади сейчас главный поэтический вечер такой блестящий устроил знаете да и так давайте еще раз напомним завтрашнего дня с 28 числа уже я понимаю что с двадцать девятого то есть да рюкзаки уже упакованы да гитары настроены зачехлены вот один из крупнейших один из самых любимых фестивалей фестиваль авторской песни на мустрюковских озерах ждет гостей вот но уж если там родятся новые очень надеемся и ждем хорошо спасибо вам большое единственное что хотелось бы напомнить что существует радиоверсия программы так что всегда можно и прослушать о чем говорят в эфире самарского губернатского радио 21 00 ну а мы все с вами встретимся на мустрюковских озерах мне бы хотелось попрощаться традиционным приветствием на грушинском до будущей горы до будущей горы будущая гора нас ждет всего несколько дней спасибо до свидания спасибо 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 спасибо